Приветищи! Это Зельда Слеза Королевства и мы продолжаем, продолжаем прохождение сюжетной линии. Да, хватит нам бродить по этим просторам Хайрула и заниматься своими делами. Я тут нашел новенький какой-то драндулет, летающий, необычный. Видишь, из решетки он сделан. Тут три батарейки и четыре, целых четыре пропеллера. И эти пропеллеры нам помогут добраться вон до того города. Да, вон туда, вот тут. Короче, водяной город. Слушай, а вот это что такое? Это водопад, что ли? А, ну да, похоже на воду, которая падает прямо вниз. Опс, все. Наш драндулет сломался, значит, дальше летим на своих крылышках. И знаешь что? Это не совсем похоже на воду. Это похоже на застывшую грязь. Смотри, грязь эта не застывшая, она стекает все-таки. Ну вот, мы и прибыли в водяной город, но тут капец, что происходит. Смотри, с неба грязь просто сыпется. Ужас. Я, кажется, догадываюсь, чем мы здесь можем помочь. Владение Азора. Скорее всего, нам нужно будет избавить город от этих грязевых дождей. Да и вообще в целом от грязи. Городок прямо по грязь в этой грязюхе. О, ребята, у вас тут даже фонтаны из грязи, да? Как вы тут вообще живете? Пойдем поговорим с местными. Привет, ребят. О, прошу прощения. Всем пострадавшим была оказана помощь, но у нас закончились запасы водофруктов. Пострадавших оказалось больше, чем мы ожидали. Мне очень жаль. Не страшно, ты выполняла свой долг. Важно лишь то, что все во владениях вне опасности. Но что нам делать теперь со статуей? Кто это? Я тебя тоже раньше не видел. Ты путешественник? Извини, что я тебя не заметила, я была поглощена беседой. Во владениях Азора наступили сложные времена из-за падающей с неба слизи. Сейчас положение некритичное, но здесь все по-прежнему покрыто слизью. Видишь ли, эта статуя чрезвычайно важна для жителей владения Азора. Мы как раз обсуждаем, как нам смыть слизь. Извини, что мы не можем оказать тебе достойную встречу, но чувствуй себя как дома. Статуя в слизи. Давай посмотрим на эту слизь. А у меня есть одна мыслишка. Гендрант на нее шлепнуть, и тогда мы ее отмоем. Я сейчас, короче, от своего щита параплан отсоединю. Соединю, и гидрант к нему прикреплю. Выбросить. Вот. Ну-ка, мне интересно, будет ли гидрант здесь воду очищать. Ну-ка. Что ж, по-моему, это бесполезно. Можно, в принципе, вот так вот сделать. Вот. Вот и от слизи мы очистили. Даже на щит не надо было крепить. А зря параплан отсоединил, блин. Ну, что скажете, я все почистил вроде бы. Слизь. Ты смыл слизь, верно? Эта статуя имеет большое значение для народа Зора. Мы ею очень дорожим. Спасибо за то, что ты ее очистил. Дело в том, что эта статуя – дух величественных спасителей владения Зора в прошлом. Именно так. Это принц Зора Сидон и его лучший друг. Подождите. Сидон. Мне в комментариях всегда писали, что неправильное ударение. Сидон. Ударение на первое «и». Правильно же? Это принц Зора Сидон и его лучший друг. Великий хайлеец Мечник Линг. О, мне даже статую поставили здесь. Круто. Прекрасная статуя, правда? Вот бы встретиться с ним как-нибудь. У него такая же стать, как у тебя. Да и глаза похожи. А еще он хайлеец. И Мечник к тому же. Погоди. Неужели ты... Да я и есть, Линг, ребята. Ты елесть, Мечник Линг. Где твои манеры до мира? Ох, прошу прощения. Прошу простить нашу невежливость. Но все же это большой сюрприз познакомиться с настоящим Мечником Лингом. С тех пор, как я прибыла в эти владения, я буквально каждый день слышу историю о тебе. Я невеста Сидона. Принца Зора. Меня зовут Йона. Я очень рада, что мне выпала честь познакомиться с тобой, Линг. Заступница народа Зора. Йона. До меня дошли слухи, что ты пропал без вести вместе с принцессой Зельдой. Почему ты здесь? Там под замком Хайрул такое было. Значит, вот что произошло под замком Хайрул. И ты ведешь расследование по всему Хайрулу? То есть, в эти владения тебя привели поиски принцессы Зельды? В таком случае можешь исследовать владения на свое усмотрение. Не хочешь сначала повидаться с принцем Сидоном? Я думаю, он будет очень рад встрече. Принц Сидон сейчас в парке Мифы на пике молний. Сидон, блин, мы с ним бок о бок в ботве сражались. Вообще друган зачетный. Надо обязательно с ним встретиться, поболтать у кого. Вспоминаю, как в ботве при помощи костюма я мог плавать по этим водопадам наверх. Это было круто. В этот же раз водопадами я не воспользуюсь, я воспользуюсь лестницами. Потому что костюма у меня теперь нет. Но пока я бегу наверх, хочу рассказать тебе про Lost Ark. Игра с огромным красивым фэнтезийным миром, в котором ты создашь персонажа, прокачаешь его, экипируешь, завалишь тысячу монстров на районе. Когда надоест возиться со шпаной, пойдешь мочить боссов. И построишь свой особняк. Ведь всегда приятно в своем доме скрафтить себе одежду, заняться планировкой территории, создав самый красивый и уютный уголок в мире окрасий. А благодаря ежемесячным обновлениям игра не наскучит. Как раз недавно в игру добавили нового персонажа Валькирия. Это могучая боительница, которая наносит мощный урон за 10 секунд из всех существующих классов Lost Ark. И не переживай о прокачке, ведь разработчики позаботились. Событие Акрасия Экспресс позволит за кратчайшие сроки прокачать своего персонажа и оценить новый контент как можно скорее. Поэтому переходи по ссылочке в описании, получай подарки и начинай играть абсолютно бесплатно. Я тут, короче, в бой ввязался. И многие просили метнуть меч с ракетой. Сейчас я покажу, что будет с ракетой. Как бы ничего, ошибка-то не произошло. Видимо, она просто не долетела. Вот так вот. Круто! Очень круто! Сидон! Ёлы-палы! Я задрался до тебя добираться! Надо было на воздушном шаре реально сюда лететь. Где ты, Ёлы-палы? А, вон он стоит. Сидон! Или Сидон! Ёлы! Как правильно ударение-то поставить? Сидон! Ты что, не слышишь меня? Стоит там, медитирует. Сейчас я к нему подойду. Как ему... Так, подожди. Это что, книжка какая-то, что ли? Минуточку, дай-ка я почитаю, что тут написано. Ну, может, про меня что? Заметка на столе. Отчет о безопасности в парке Мифы. День за днем с него беспрепятственно льется слизь. Благодаря усилиям принца Сидона во владении течет относительно чистая вода. Но горная тропа к озеру, то-то, где сейчас Дунма, покрыта слизью. Чтобы пробраться туда, потребуется не один водофрукт. У меня есть гидрант, мне водофрукты вообще нафиг не сдались. Здорово, принц! Какой-то здоровый стал, а? Это правда ты? Сидон, принц Зора. А-а-а! Я ждал тебя, Лин! Давно мы не виделись, Линк. Я слышал, что ты пропал без вести и все думал, как ты там. Что случилось? Там под замком Хайрул такое было. Вот как? Чтобы такое произошло под замком Хайрул? Немыслимо. А потом говоришь, что я очнулся на каком-то острове в небе? Небо. Может, там мы найдем ответы на все наши вопросы? Извини. Я все думаю, а не с острова ли, что в небе парят? Падает вся эта дрянная слизь. Поэтому я отправил одного ученого, Зора, изучить руины, а также исторические документы, имеющие отношение к небу. К сожалению, у меня самого нет возможности сойти с места, так как я разбираюсь тут со слизью. Видишь? Здесь находится источник вод, которые текут во владении Зора. Моя сила, сила управлять водой, помогает мне отделить чистую воду от слизи, которая смешалась с водой. Если я прекращу это делать, грязная вода потечет во владении, и от этого все пострадают. Поэтому я не могу отсюда уйти. Но, Линк, если местонахождение принцессы Зельды может быть как-то связано с руинами и небесными островами, тебе обязательно нужно сходить к Джиату, пожилому ученому, про которого я говорил. Может, узнаешь у него что-то полезное? Джиата наверняка все еще продолжает исследование узора Тота на северо-западе отсюда. Я очень рад снова видеть тебя, Линк, после того долгого перерыва. Заходи ко мне в любое время. Понятно, Сидон здесь очень сильно занят. Значит, мне нужно кто-то. Точнее, Тота это озеро. Чувака зовут, как он там, Маджахет или как его там зовут-то? Джиата, вот. Тут, короче, рядышком светилище, и оно грязью покрыто. Но мы сейчас его отмоем. Вот так вот. А вот эту грязь можно отмыть? О, здорово, можно. Все отмывается. Просто нужно огроменный гидрант сюда слить на владение взора. И оно отмоется от этой слизи. И где, блин, это озеро искать? Скажите мне на милость. Вот там не озеро. Там вон чувачок какой-то стоит. Это не тот ли кто мне нужен? О, там еще сундук внизу. Ничего себе. Привет, ты кто? Вода теперь чистить. Но ты не тот, кто мне нужен. А вот сундучок я сейчас достану. Может быть, там часть обмундирования, взора. Еще что-нибудь прикольное. Да. Драгоценный камушек. Но это не то, что я ожидал. Раз уж я сюда дошел, думаю, дай-ка схожу до вышки вон туда. Я гляжу, а тут, короче, парк аттракционов. Это что за горки русские? Я хочу покататься. О, так там еще и деревня есть. Тогда понятно, что там вообще происходит. Похоже, знаешь, на какой-то полигон испытания. Или полигон для тренировок. Что произошло? Что было? Так. Водяной чуть... О, кстати, подождите. Мне вас сфоткать же надо. Вот, отлично. Теперь, теперь... Ребята, защитите меня. Давай, дубась. Красавчик. Я вот это тоже сфоткаю. И там еще лиса есть. Надо лису сфоткать. Лиса, 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 лиса. Всех фоткаем. Чтобы все у меня было. Ништяк. Сколько чучу. Кстати, при помощи чучу можно, наверное, и слизь отмывать. Ни фига себе. Это что за ерунда? Там электрическая трехглава. Измир Горыныч, что ли? Привет, свин. Я тут мимо пройду просто. Я свой. Я свой. Не паникуй. А теперь тихонечко надо отсюда свистнуть и валить. Ты за мной идешь? Да, он до сих пор за мной идет. Негодяй. Я вон туда вообще пошел. А здесь я чувствую, что-то опять сломано. Там вон челдобрек стоит, кого-то высматривает. Здорово. Что делаешь? Дубда. О, Дубда, снова ты. Я тебя знаю. Мы уже встречались на другой пусковой вышке, правда? Оттуда я сразу примчался сюда. Но ты не отстаешь. Хочешь войти в пусковую вышку? Извини, тут небольшая проблема. Ну, я как бы не удивлен. Что случилось? Рассказывай. Ну? А, на пульт свистнуло. От этой вышки. Ничего себе. Этот летающий монстр стащил терминал из пусковой вышки. Сейчас будем добывать. Ну, надо же. Какие у него лапы цепкие. Такими темпами я пусковую вышку никогда не пончиню. Не переживай. Сейчас все исправим. Та-та-та-та-та-та. О. Заметили меня. Что, промахнулся? Куда ты полетел? Где мой миленький глазик? Вот так вот. Полетели. Готово. Осталось только это все дело затащить наверх. Вот тебе терминал. Держи. Что? Ты притащил терминал? Ну и ну. Это же терминал. Тебе удалось отобрать его у монстра. Спасибо. Ты мне очень помог. Но удивительно, как ты смог дотащить сюда этот терминал. Для меня он слишком тяжелый. Не мог бы ты передвинуть терминал вот сюда? Прошу тебя. Если ты его передвинешь, то мне останется только его починить. Без тебя мне не справиться. Ой. Все сделай за него. Готово. Ты мне очень помог. Мне осталось лишь соединить его спусковой вышкой. Давай, делай. Хоть что-нибудь. Подкрутить, затянуть. Готово. В этот раз я его хорошенько прикрепил. Теперь никакой монстр не стащит. Спасибо, что вернул терминал. Благодаря тебе я смог починить вышку. Все, давай, покеда. У меня важные дела. Ну все, я наверху. Озеро где-то внизу. О, голем. Замочить бы его, да, вот. Подожди, я хочу оружие посмотреть. Что у меня тут по оружию? Можно выкинуть. Можно соединить. Есть мыслишечка. Пойдем мочить голема. А потом будем искать это озеро Тоту. Голем. Сейчас я еще переодену костюм. На тоник воина, чтобы быть мощнее. И вообще капец. Эгей. Интересно, получится на него запрыгнуть? Нет? Так, так, так. У него еще есть сундук. А вот и я. Привет. Я запрыгнул на тебя. Мне нужно вытащить вот эту штучку. Опа. Бежим и околос, смотри. Да что ж, такой это линк. Мы не добежали. Крутись. Крутись. Да. Долго раскручивались. Пойдем сундук откроем, пока там все это дело собирается. Посмотрим, что тут у нас. И пусть весь мир подождет. Голем там что-то пытается, но старая карта. О, карту сокровищ нашли. И она тоже под землей. Метка есть. Теперь у меня две карты с сокровищами. Надо будет обязательно туда сходить. Опа, мимо. Ты спустишься вниз? Хотя ладно. Я к тебе сам поднимусь. Опустись только пониже, я не могу до тебя дотянуться. Ты слишком высок. Так, скорее всего до него просто так не добраться. Поэтому придется. Знаешь, что я сейчас попробую? Залезли на камень, Линк. Залезли на камень. Теперь давай обраточку. Поехали. Вот, отлично. Привет. А вот и я. Вытаскиваем эту каменюшку. Берем голема на дате. И сейчас просто будем разрывать вот эту квадратную штуку. Сломался меч. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, он трансформировался в куб огромный. А мне нужно заменить меч на что-нибудь другое. Бока босса секира. Возьму вот эту штуку. Сейчас ты тебя выковыривай оттуда. Блин, где-то. Яй, зацепел. Зацепел, зацепел, зацепел. Все, хана тебе, блин. Как неудачно ты расположился-то. Ну ладно, ничего страшного. Погнали. Почти. Чуть-чуть осталось. Ну же. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, дружеченький. Так, через ноги давай. Погонять не через ноги, не через ноги. Это опасно, 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 опасно. Что творит? Что творит? Не гадай. Я передыхаю. Я отдыхаю. Минуточку, секундочку. Надо восстановиться силами. Оу. 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 Это было сильно, сильно надо пожрать. Пожрать вот это вот съедаем. Вставай, Лин. Быстрее. Кстати, вон она. Эта штука у него над башкой. Давай мы ему башку оторвем. Отдай мне башку свою. И еще. Ой, это плохо. Это плохо. Было близко, но я успел. Я успел убежать. Отдираем еще одну голову. Давай. Все, прикончил я его. Ю-ху. Ништяк. Оу, целых две штуки. Обалдеть. И что там еще? Что это такое? Тележка. Ништяк. У меня теперь есть телега. Так, значит, это зонаровая штука. Мне нужно вот это вот разобрать. И что-то еще зонаровое. Что у меня еще зонаровое? А у меня больше зонарового-то нифига и нету. Прям обидно. Придется куда-то в другое место крепить. Значит, вот это вот демонтируем. И монтируем сюда вот эту вот штучку. Оу, 25 дамага. А, это все одна штука. Круто. Ну все. Нормально. Пушка готова. Оу, 35 дамага. Все увеличилось же. Мега пуха у меня теперь есть. Крутая. Но, конечно, бумеранг с кистью Моблина намного мощнее, чем Занаевские всякие приблуды. Пойду вон туда схожу, гляну, есть ли там что интересное. Если нет, мы продолжим поиски озера Туту. А тут-то есть. Тут-то есть вот такая вот штука. И надо, чтобы она у меня осталась в памяти. Так, вот так вот мы ее отсоединяем. Вот так вот это присоединяем. Типа мы это сами сделали, собрали, придумали. И я сейчас проверяю, автосборщик мне это подтвердит. Да, все. Все есть. Ой, нет, нет, нет. Ну хотя ладно. Хотя ладно. Все ресурсы лежали здесь, так что не страшно. Давай, собирай. Занары не потратились, так что нормально. И я бы еще вот эту вот штучку одну вот взял бы, чтобы она запомнилась, чтобы ее делать. Очень нужная штука. Я могу теперь эту делать вот штуку? Нет, не могу. Я могу вот такие вот делать, да? Так, подожди, а если я на нее, на нее руль прикреплю, руль прикреплю, то должен, 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 должен. Вот. Для чего я это делаю? Потому что, когда я собираю конструкцию из-за наров, разобрать я ее уже не могу. Поэтому мне нужно просто тупо платформу сделать, чтобы она у меня была. Вот, есть. Все, ништяк. Из платформы я уже могу разные штуки собирать. А отсюда я полечу, наверное. Давай, поехали. Уи, я на квадрокоптере. Йеху. Йеху, надо запоткаться. А я всего лишь силпачок хотел сделать на платформе. Звезда падает прямо передо мной. Догоню, догоню, догоню. Звезду поймал. Я случайно, короче, упал со своего коптера. Я надеюсь, что он там не развалился окончательно. Коптер, ты где? Коптер куда-то упал. Ёлки-палки, я коптер просрал. О, ты гляди, что я там нашел. Мау, мау, мау. Пойдем-ка туда. Кажется, я сейчас масочку получу дополнительную. Здесь есть кто-нибудь? Эй, о. О, привет. А ты какой-то другой. Или на тебе маска? Колтин, точно это он. Добро пожаловать. Я меняю дары пещерных пип на сокровище. А, он задом наперед стоял. Ты же тот добрый путник. Мы с тобой уже встречались. Спасибо, что отдал мне тогда свой дар пещерной пипы. Если ты добудешь дары пещерных пип, прошу, принеси их мне. Обещаю, взамен ты получишь настоящее сокровище. Как тебе, например, такое? Взгляни-ка. Что там? Я готов отдать тебе даже это одеяние духов. Если ты принесешь мне много даров пещерных пип. Вау, как он круто выглядит. Слушай, хочу, 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 хочу. Хорошо, тогда если найдешь дары пещерных пип, принеси их мне. Голова Моблина. Это достойная награда за два дара пещерных пип. Нет, 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 нет. У меня есть уже голова Моблина. Я подумаю над твоим предложением. Всегда к твоим услугам. Блин, короче, тут из сокровищ шибко-то не выберешь. Поэтому, походу, придется голову Моблина покупать. Ладно, давай по рукам. Я заберу. Ура, спасибо. А теперь самое интересное. Он съел. Ох, мурашки по всему телу. Что бы это могло быть? Ай-яй-яй-яй-яй. Этого все же недостаточно. Мне нужно больше даров пещерных пип. Ой, извини. Так. Я взял себя в руки. Так что держи обещанные сокровища. Голова Моблина. Угу. О, да. С тех пор, как я начал поедать дары, я начал чувствовать, где находятся пещерные пипы. Хоть и, конечно, не все. Если хочешь, я помогу тебе найти места, где, возможно, водятся пещерные пипы. Если у тебя еще остались дары пещерных пип, я обменяю их на сокровища. Так давай. Ноготь Хинокса. Три штуки. Я могу обменять на два дара пещерных пип. Да нафига мне ногти, блин. Давай костюмы гони. Ноготь Хинокса. Три штуки. За сокровища пещерные пипы. Это разводил его. Доспехи духов. О, по рукам. Три. Три пещерные пипы. Три дара. На, конечно же. Давай, уже скорее мне сюда. Вот, дар этот костюм. Доспехи духов. Рупиевый щит. Легкие доспехи, полученные в обмен на дары пещерных пип. Оберегается духами, поэтому при получении урона от атак, носящий их теряет не сердца, а рупи. А это что? Если я надену этот костюм, я в Соника превращаюсь? Знаешь, когда Соник получал урон, он кольца терял. А тут я буду рупи терять. Прикольно. Надо будет посмотреть, как это работает. Если у тебя еще остались дары пещерных пип, я обменяю их на сокровища. Глаз огненного куса. Восемь штук. Голова Заврофоса. Все дары у меня закончились, но я хочу посмотреть, что будет. По ноже духов. Четыре дара пещерных пип. Все, понятно. Я пошел, короче, добывать. И обязательно к тебе вернусь. А, так вот, он их тут выставляет. Вот такие вот поножи я смогу купить. Давай посмотрим на наряды, которые я у него забрал. Ну, во-первых, голова Заврофоса. Вот как она выглядит. Ммм, подходит, в принципе, под костюм. Давай моблина наденем. Он же такой высокий, длинный. Ну-ка. Как я хожу? Ну, в принципе, как обычный моблин. Ничего такого. И теперь самое главное, это доспехи духов. Вот как они выглядят. И надо попросить кого-нибудь меня ударить. Пойдем искать приключений на свою задницу. Точнее, на мой новый костюм. Вот, ребята спят. Отлично, сейчас мы их разбудим. Ребята. А, на мне же моблинская маска. Интересно, он будет меня атаковать? Оп, промахнулся. Смотри, что он делает. Из-за того, что он стрелял в меня, этот друг... Ой. Ой-ой-ой, что происходит? Вообще жесть. Так. Вот это битва. Ай-ай, тихо. Крутно, крутно. Надо ему бошку снести. Не попал. Есть, готов. Ну все. Этот, короче, с инкарнацией Юноба дерет. А, все. Он теперь и на меня переключился. Ну что, ударь меня, ударь. Рупи хочу поставить. В смысле, у меня рупи потерялись, но я сдох. Как это так? Доспех меня должен защищать. Эй. Короче, беспонтовый костюм. Тебя убивает вражина, так еще с тебя рупи выпадает. То есть, враг вдвойне доволен. Получает и рупи, и твою смерть. Нет уж, извольте. Я не хочу их так щедро вознаграждать. Решил, короче, снова на эти летающие руины залететь и забрать отсюда квадрокоптер, на котором я и полечу искать озеро. Батарейки на подходе. Пора съесть вот эту штуку. Летим дальше. Пока что нам ничего не страшно. Чтобы максимально проще найти это озеро Туту, нам нужно открыть вон ту вышку. Я, короче, изначально не ту вышку открыл. А может быть вон то озеро Туту? Вон, смотри. Там вон у нас геоглифы. А у меня, кстати, почти села батарейка, так что надо быть очень аккуратным. Все, полетели. Полетели. Засовем парапланчики. Вот и все. Вот и долетели. Вот мы и здесь. Ай, так в грязи погрязли. Так, надо это все отмыть. Вот так-то проще будет. Здесь кто-то спит? Ты что, в грязи увяз? Тебе помочь? Прошу на помощь. На меня вдруг упала слизь. У меня нет воды, чтобы ее смыть. Да не проблема. Ну давай. Где же там мой щит-то? Да щит возьми. Да е-мое, да не нацеливайся ты на него. Щитом просто вот и все. Что скажешь свое оправдание? Не уфкой. Ты меня спас. Благодарю. Какой позор, что я, начальник караула, так тут попался. После катаклизма с неба вдруг начали падать эти гадости. Она загрязняла все воды во владениях Зора и в округе. Скоро всем придет конец. Поэтому я решил провести разведку окрестностей. Но шагу не успел ступить, как на меня упала слизь. Фу. Что было бы, если бы ты меня не окатил водой? Прошу принять от меня в благодарность это копье Зора. Им все еще можно пользоваться. О! Наносит большой урон, когда мокрое. Ммм, ничего себе. Ну спасибо за копье. А я иду сюда. Отмывать вот эту вот слизь. И заряжаться в пушку. Ого, мимо какого огроменного шара пролетел. Ничего себе. Так, так, так. А где здесь озеро Туту? Ммм, что-то как-то я не вижу его тут. Сейчас будем искать. Но сперва хочу спуститься вот на этот шарик. Там через серединку можно на него пролезть как-то внутрь? Ну-ка. Слушай, он еще и крутится. Обалдеть. Что это за шар такой интересный? А здесь можно? О, вот здесь вот можно войти. Смотри, внутрь. Сейчас залетим. Цветилище тут у нас. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. так берем энергзонары и вкидываем это все сюда все посмотрим что он выдаст этот автомат так а ты там тележку вижу же телега у нас была параплан 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 а вот это что такое лазер надо побольше лазеров больше лазеров нам дайте пожалуйста так кажется лазеров нам дали всего один два три лазера у нас теперь есть и надо карту посмотреть все ли мы здесь забрали с этого автомата да все все части открыты пойдем теперь активируем ух ты елки мечу тут не шип сданула этой мельницей откроем святилище чтобы сюда можно было телепортироваться и идем дальше так я думаю что если я сейчас остановлю остановлю вот эту вот стуку то в принципе тут все остановится так смотри-ка действительно дай профиллер отрываем тебя ставим его сюда прикольно все остановилось ну все полетели отсюда где там эта вода то куда нам надо лететь я потерялся немножечко хотя чё это я туда лечу если даже не изучил карту тут наверно тоже как-то было больно не успел параплан вырубить ой ой подождите куда это я падаю и зачем интересно интересно очень любопытно так может быть меточку сделать чтобы туда заглянуть меточку поставим и не хватает под разворот ну давай же вот метку тут поставим на всякий где это озеро озеро тут у руту вижу вот руту парк мифы а вот оно где озеро тут у озера то то все понятно телепортируемся тогда сюда вот со я дошел до этого озера где-то здесь должен быть кто-то вот это не он ли случайно пойдем сходим джейна или как тебя зовут а там исследование идет так здорово дума это не тот кто мне нужен о чем только этот ученый думает а можно проводить исследование как-то посторожнее чё случилось а вон там еще чувак стоит неужели кто-то подслушал как я сама собой разговаривала да нет не может быть джата трогает всякие опасные штуки говори что это нужно для исследования руин мне поручено его охранять так что я очень напряжена вот и бубню себе под нас всякая я пожалуй пойду сразу к нему давай меня направили сопровождать его да понятно все вы вечно любите тут растусоливать болтовню эту вот он ученый здорово ой какой у него нос какой он древный дряхлый дед утонченный стиль надписи напоминает вздыбившиеся волны это древний каменный монумент был создан и оставлен нам в наследство нашими далекими предками зонара встань на землю небесной рыбы каплю водный путь увы я не могу это расшифровать в чем же дело о линг прошу прощения я тебя не заметил но раз уж ты тут поделюсь с тобой я сделал великое открытие без всякого сомнения этот монумент древних зора и по всей видимости на нем написано что-то небе но монумент расколот я не могу прочесть весь текст если бы только мне удалось как-то понять эту надпись что же делать да как бы надо просто найти часть и поставить ее сюда кажется я уже нашел никаким облина мне не нужно вон она эта штука я сюда не долечу от воды очищу и все и поставлю ее обратно все очень просто чувствую себя знаешь чуваком который приходит квартиры чистить отмывать клининговая компания линг а по башке прилетела не очень крутая клининговая компания у меня так как сам ее владелец не аккуратен не у клюши надо же ты только взгляни на этот монумент спасибо линг не может быть я могу это прочесть да я могу прочесть надпись встань на землю небесной рыбы и осмотрись среди палящих камней ты увидишь каплю выпусти стрелу с даром короля через эту каплю и тебе откроется тайный водный путь он связывает зора с небесным народом бесподобно здесь же указано как попасть на небо еще одна загадка только справились с одной проблемой тут же появилась другая час от часу не легче раз речь идет о даре короля стоит обратиться к королю дори фану может он сможет тебе что-то рассказать он отправился исследовать слизь но я думаю что он скоро вернется о король дори фан корифа как его любил называть надо с ним поболтать конечно же конечно же так я еще раз поболтал со стариком короче король не на месте вообще никак и я его навряд ли найду нужно просто подождать а пока мы ждем может отправиться на небесную рыбу типа где карта небесная рыба это же типа вот вот это она это вот это небесная рыба а вот она небесная рыба смотри вот она мне вот сюда нужно так баба 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 как мы туда заберемся конечно же при помощи нашей вышки вон там вот где куча осколков камней вот нам именно сюда надо и я надеюсь что мы здесь еще найдем какое-нибудь сооружение старая древняя занаевская которая поможет нам побыстрее добраться туда это летающий рыбин да кстати вот здесь смотри есть взлетная полоса а это говорит о том что здесь есть скорее всего параплан какой-то или что-то типа того есть что-нибудь сундук есть как минимум но параплан и прочей всякой фигни здесь нету потому что это нифига не взлетно-посадочная полоса карта сокровищ еще одна одна карта сокровищ понятно значит туда надо будет сгонять мне почему-то кажется что там доспехи какие-нибудь лежат так что надо будет за ними сгонять по-любому значит рыба у нас вон там вон туда мне нужно и полетим мы туда я думаю знаешь как ты даже не догадываешься при помощи вот это вот штуки она 106 это слишком нет уж давайте я лучше вот тут на на этом полечу конструкция готова осталось я только грамотно направить отводим туда теперь давай назад залазим погнали опускаем полетели с реактивчиком по быстренькому как надо реактив закончился так а далеко мы вообще отлетели ну слушай приличненько так приличненько на левитационной платформе конечно было бы быстрее но слишком дорого она обойдется нам по хорошему бы еще до геоглифа долететь потому что следующий по списку нам именно вот этот вот нужен послушайте в грязи лечу все будет я просто врезал с хьюстон фух чуть крушение не потерпели я всего ожидал конечно не думал что мы просто врежем все в нее в эту слизь как минимум думал что она нас придавит зальет мой параплан и все и капец но все все распрыгиваем мы долетели и что здесь у рыбы есть самый прикол что сюда будет потом сложновато добраться чего танца чешуи там вот это вот все отмоем чем у меня воды нет а батарейки кончили сейчас они подзарядятся и мы будем тут рыбину эту отмывать гидрозадвор вот-вот сломается а я только начал тут все отмывать может быть и не нужно отмывать может что что-то нужно найти всего лишь типа вот тут вот все гидрозадвор сломался ой он вместе щитом сломался вообще печаль до походу надо было короля все-таки встретить и потом сюда лететь слушай как насчет стрелы желе чучу о отлично можно просто брать короче его так вот кидать жиле чучу это короче вместо вода фрукта ну вот рыбину всю отмыл колец я здесь никаких не вижу через который нужно пронзить королевскую стрелу как бы работа здесь моя выполнена в плане очистки чешуи так что я о подожди нифига себе вот она же капля так есть у меня идея надо крылышко прикрепить чтоб стрела летела далеко и посмотрим что будет пролетела через каплю но мне это ничего не дало ващпи потому что конечно же нужен королевский лук а может быть я через эту каплю пролечу просто возьму и подлечу она тут разломана эта капля все тогда я я полетел с королем мы разберемся следующей серии а на сегодня закончим эту серию воспоминанием у меня тут один коварный план созрел значит у меня же щит сломался наденем новенький вот этот вот вот и смотри что я сейчас сделаю мы сейчас летим марин а теперь я делаю вот так вот блин ну не очень это работает в паре о олень это уже не лось у него глаза кстати какие-то зеленые сейчас я попробую его оси капелька здесь сперва олень сперва олень потом капелька так летим 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 давай оседлали успокаивайся успокаивайся спокойствие тихо надо надо было а у меня же под выносливости ничего нету 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 нет есть у меня под выносливость вот это съедаем и вот это съедаем так тихо 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 успокаивайся 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 я оседлал оседлал ништяк какой-то красивая глаза то чё у тебя где зеленые глаза то надо в конюшню короче теперь его отвести это будет мой новый друган так а чё ты ешь шишки ты ешь нет блин ну роскошно красота яблоки есть у меня пожрать ему чё не дать а морковку может морковку будет слушай сейчас я слезу давай слезать ай стой негодяй блин куда побежал стоять говорю твою налево куда бежишь стоямба короче походу его невозможно было приручить только зря два блюда перевел с выносливостью а я ведь хотел его покормить морковкой вкусный он столько потерял в этой жизни в общем ладно а 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 от а и ап я в ст не геруда захвачена последняя деревня а нам не выстоять если армия гонандорфа продолжит нападать Я знаю Я сам остановлю короля демонов Рауру Короля демонов Не остановить в одиночку Но Ты не один, брат Геруда, Горан, Зора, Рито, Зельда И я Все мы с тобой Я покажу вам кое-что Тайны? Ко мне Прошу вас всех Помочь мне Субтитры сделал DimaTorzok Все мы Клянемся Верности Королю И готовы Отдать За него жизнь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok